Привет, друзья! Ставьте лайки, а также обязательно пишите свой комментарий под видео. Поехали! Политический комментатор, доктор истории и политолог Руслан Шевченко считает, что генпрокурор Молдовы – ставленник Дадона. Вот аргументы господина Шевченко. Дикая свистопляска, устроенная социалистами в прессе в защиту Стояногла, показывает, как мы не раз отмечали ранее, что он действительно ставленник Дадона и действует строго в его интересах. Попытки изобразить эту дадоновскую дубину в борьбе с ПДС честным и глубоко порядочным человеком лишь еще раз подтверждают, что пока Стояногла будет на своем посту, он будет защищать и далее Дадона и его людей. Так он вел себя в деле о Кульке, о предательстве Дадона, требовавшего федерализацию Молдовы в деле Платона, которого Стояногла яростно защитил, потом освободил, а потом дал сбежать из страны. Сказанное выше не означает, что абсолютно необходимое увольнение и предание суду Стояногла что-то принципиально изменит. Просто преемник Стояногла будет бить по тем, кого Стояногла защищал – социалистам и всем прочим врагам ПДС. В остальном он едва ли будет лучше предшественника. Отметим, что сегодня парламент утвердил в первом чтении поправки к закону о прокуратуре, которые предусматривают два механизма отставки генпрокурора. Решение приняли на заседании 13 августа. За поправки проголосовали 59 депутатов партии «Действие и солидарность». Что за поправки? Законопроект «Действие и солидарность» предполагает, что в закон о прокуратуре внесут два новых законодательных механизма, которые позволят увольнять генпрокурора. Первый механизм связан с оценкой деятельности генпрокурора. В законопроекте это называют оценкой достижений. Оценивать будет специальная комиссия при Высшем совете прокуроров. Такую комиссию могут создать по требованию президента или трех членов Совета прокуроров. Комиссию должны создать в течение 10 дней с момента обращения. В нее войдут пять человек, которых предложит президент, Минюст, Высший совет прокуроров, Высший совет магистратуры и генеральный прокурор. У членов комиссии должно быть не менее 10 лет опыта работы, но в комиссию нельзя будет включать прокуроров и чиновников. Комиссия сможет допрашивать любого прокурора и сотрудника прокуратуры, требовать с любого человека письменные объяснения. Также комиссия сможет привлекать к работе независимых экспертов и проводить аудит, в том числе менеджмента учреждения. Как подчеркивается в законопроекте, допрос генерального прокурора обязателен. Законопроект предусматривает систему оценок генпрокурора от «очень хорошо» до «провала». В случае провала высший совет прокуроров должен уволить генпрокурора. Второй механизм предполагает открытие дисциплинарного производства против генпрокурора. Его, как и в случае с оценкой деятельности, могут начать по требованию президента или трех членов высшего совета прокуроров. Но на этот раз в специальную комиссию войдут сразу два члена высшего совета прокуроров и один представитель гражданского общества, которого предложит президент. После дисциплинарной проверки генпрокурору могут вынести предупреждение, выговор или уволить. У спецкомиссии при этом будет возможность отклонить требования привлечь генпрокурора к дисциплинарной ответственности. Это решение можно будет в течение 10 дней обжаловать в Высшем Совете прокуроров. Кроме того, проект поправок предполагает, что состав Высшего Совета прокуроров снова уменьшат с 15 до 12 человек. Из Совета планируют исключить самого генпрокурора. На этом я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик, а также не забудьте написать свое мнение в комментариях. Теперь газета всегда с вами. До встречи.